Присутствовавший на встрече директор Союза городов-центра и Северо-Запада России Александр Васильев подчеркнул, что решение о проведении Спартакеады именно в Котласе далось организаторам нелегко. Ведь город наш провинциальный и чтобы принять более 500 спортсменов и обеспечить достойные условия проведения соревнований, требуется развитая спортивная инфраструктура. Но, как оказалось, опасения были напрасны. Котлас взял эту планку. И в свою очередь Андрей Бральнин поблагодарил руководство Союза за предоставленную возможность. Мы готовились, не скрою, почти год, потому что мероприятие очень масштабное. Участникам встречи глава рассказал о развитии физической культуры и спорта в Котласе, отметив, что с каждым годом количество тех, кто стремится к здоровому и активному образу жизни, увеличивается. По данным 2016 года, спортом в Котласе серьезно увлекается почти 22 тысячи котлашан. В Котласе активно развивается и спортивная инфраструктура. За последние пять лет были модернизированы два стадиона. У 18-й и 7-й школ построен спортивный зал «Искра» и футбольное поле «ООО «Мастер». Также ежегодно приводятся в порядок и школьные стадионы. Все это помогает котловским спортсменам достойно выступать на областных и всероссийских соревнованиях, а также привлекает организаторов спортивных мероприятий. Так, в конце июля в нашем городе прошел один из уровней международных игр спортпоколений.